Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите в первую очередь поблагодарить за возможность выступить. Вы знаете, в ранее прозвучавших выступлениях дана ясная картина ситуации и план действий. Поэтому я хотел бы остановиться только на трех отдельных вопросах, тем не менее каждый из которых представляется мне существенным для благополучия банковской системы в целом. Тем более, что они так у меня структурировались, один из них к законодателю, другой к регулятору, а третий, в общем, к самим себе. Вопрос первый – это вопрос залогов. Сегодня реализация залогового права при банкротстве заемщика – это целая песня. И нет, конечно, на самом деле в конце концов мы к своим залогам добираемся, доступ к ним получаем. Но, во-первых, усилия, затраченные на получение этого доступа, сильно зависят от порядочности и юридической изощренности должника. А, во-вторых, это время в любом случае. И, в принципе, Банк России можно понять, когда он сомневается в наших возможностях быстро реализовать залоговое право. Вот как бы это ни было неприятно для нас, осторожность Банка России, когда он там принимает у нас корректировки по залогам, она имеет под собой основания. И выход Анатолий Геннадьевич, по-моему, один. Необходимо реформировать залоговое законодательство, сделать залог настоящим инструментом обеспечения. Много лет об этом говорим, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Но в нынешних условиях, мне кажется, вот проблемы с взысканием залога, в общем, непозволительная роскошь для системы в целом. Надо к этому вопросу возвращаться и серьезно реформировать залоговое законодательство. Вопрос второй. Вопрос сложный, неоднозначный. Вы знаете, я очень, вот у меня такое сложное отношение к элементам саморегулирования в банковской системе. Есть у нас мегарегулятор, ну, в общем, и достаточно. Но, как мне представляется, все-таки назрел вопрос о формировании, может быть, и в рамках нашей ассоциации, неких стандартов поведенческих, что ли. Мне не хочется называть их профессиональными, скажем так, стандартов качества ведения бизнеса, качества ведения дел. Думаю, что начать можно с репутационной составляющей. Возможно, может идти речь о порядке взаимодействия с клиентами, может еще что-то. Давайте посоветуемся. Но мне представляется, что время для формирования такого рода внутренних стандартов, в общем, пришло. Ну и третий вопрос. Не вызывает сомнений целесообразность централизации надзора, это все понятно. И более того, я даже вот помнил, когда обдумывал выступление, что лет 10 назад на комитете РСПП по банкам и банковской деятельности, когда еще Александр Васильевич Мурочев и Костин были сопредседателями, мы такого рода рекомендации ведь вырабатывали, Александр Васильевич, было такое, помните? Вот. Но важно при этом не потерять связь с банками. На мой взгляд, должны быть какие-то люди в регионах, на местах, которые осуществляли постоянный контакт с банками, понимали бизнес банка и при этом знали местные условия. А вот должна сохраниться такая обратная связь с надзором. Конечно, не надо, чтобы эти люди могли принимать какие-то решения, касающиеся судьбы банка, это совершенно не обязательно. Но вот мне представляется важным, чтобы к мнению этих людей, таких своеобразных кураторов, прислушивались неглинной. То есть, чтобы они могли высказать оценку, высказать точку зрения. Поэтому мне думается, что живой контакт с регулятором и представителями регулятора такого рода очень важен. Это, кстати, касается минимизации рисков. Вот я просто пример приведу. Представьте себе, в каком-то райцентре кредитует банк индивидуального предпринимателя. У него великолепная отчетность, все там хорошо многие годы. Но вот девочка-сотрудник Банка России просто знает, что на прошлой неделе этот индивидуальный предприниматель запил. И процентов по итогу месяц, скорее всего, не будет. Вот при кредитовании малого и среднего бизнеса, даже такого рода фактор риска, он, ну, мне представляет, существенно может повысить, как мы говорим, содержательность надзора. Поэтому централизация, да, абсолютно, да, на уровне принятия решений. А вот контакт банка с представителями регулятора очень хотелось бы, чтобы был сохранен. Чтобы можно было в свое время увидеть назревающие риски, назревающие проблемы. Вот, уважаемые коллеги, собственно, все, что я хотел бы сказать. Еще раз благодарю за возможность выступить. И по сегодняшней традиции поздравляю всех собравшихся с Днем предпринимателя. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...